Новый завод по производству минеральных удобрений построят в Жамбылской области. В реализацию этого проекта вложат порядка 1 миллиарда долларов инвестиций. Соглашение подписано в рамках рабочей поездки премьер-министра Казахстана Оскара Мамина в регион. Подробно расскажет Индира Тикжанова. Миллион тонн удобрений в год будет производить новый завод. Ресурсной базой для него станут месторождения фосфоритового бассейна «Харатал». Таким образом, планируют обеспечить потребность автодорожной, нефтегазовой, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Завод намерены запустить в 2021 году. Работу на новом предприятии получат 2000 человек. Сегодняшнее подписание соглашения стало возможным совместной работе правительства Казахстана и руководства компании «Еврахим», связанных с общей идеей строительства здесь, на земле Жамбульской области, с комплекса по производству фосфорных минеральных удобрений. Это стало возможным благодаря тому, что индиционный климат в Казахстане становится все лучше и лучше. И те преимущества и те конкурентные преимущества, которые создает данное соглашение, они позволяют нам выпускать конкурентную способную продукцию и, соответственно, окупать те инвестиции, которые мы собираемся вкладывать. Ознакомился глава правительства и с ходом строительства Жанатаска ветровой электростанции. Стоимость проекта – 50 миллиардов тенге. На сегодня уже установили 19 ветровых генераторов. В ближайшие три месяца их число доведут до 40. Мощность проекта составляет 100 мегаватт. То есть будет установлено 40 ветровиков, каждая из них будет вырабатывать 2,5 мегаватта. Годовая выработка электричества будет составлять 340 миллионов киловатт-час. Стоимость проекта составляет 130 миллионов долларов США. В Таразе Аскар Мамин посетил одно из ведущих предприятий области – завод минеральных удобрений. С начала года компания выпустила продукцию на 142 миллиарда тенге. Реализует ее не только на внутреннем рынке, но и экспортирует в Россию, Китай, США и другие страны. Основные продукции нашего филиала – это амофос, удобрения азотно-фосфорные, трикальцисфосфат кормовой и серная кислота. Проектные мощности наших основных цехов по амофосу – это 500 тысяч в год, серные кислоты – 600 тысяч моногидратий и трикальцисфосфат кормовой – 74 тысячи в год. На местной кондитерской фабрике запустили третью производственную линию. Это позволит дополнительно создать 70 новых рабочих мест, а также расширить рынок сбыта. На нашем предприятии сегодня работают уже 136 человек. В процессе мы также монтируем четвертую линию – это по производству глазированного грилежа, которую планируем запускать уже после Нового года. На сегодня в области сформирован пул из 66 инвестиционных проектов. Их общая сумма – 2 триллиона 700 миллиардов тенге. Реализовать их планируют в ближайшие пять лет. Но не только производственные объекты открываются в регионе. К 80-летию Жамбылской области распахнул двери областной историко-краевический музей. А при этнокультурном комплексе Куне-Тарас заработала художественная галерея. Индира Тегжанова, Хабар, 24.